Компания. Компания по ISM-коду, как уже сказал, и в ISM-код четко прописано, это очень часто вы услышите Овнер, в кодексах прочитаете. Овнер и компания звучат одинаково. В МЛС это Овнер, в ISM-код это компания, это те, кто взял на себя полную ответственность за техническое состояние судна и людей, которые работают на этом судне. То есть за управление судном с точки зрения его технического состояния, которое может и людей, которые могут вместе, как техническое состояние, так и люди, привести либо к гибели людей, либо к загрязнению окружающей среды. И вот здесь такой момент нужно для себя, как говорится, запомнить, это хайлайт такой сделать, с точки зрения именно технического состояния и управления людьми. Про коммерцию речь не идет. Техническое состояние и люди. Техническое состояние, соответственно, груз, который вы принимаете, перевозка груза, она вся зависит от технического состояния судна. Поэтому основные департаменты всегда, которые управляют, это технический департамент. С точки зрения МЛС, что нужно здесь так внимательно посмотреть, это то, что будет ответственная, опять же, компания, но независимо от того, кто вас нанял. Независимо от того, кто вас нанял. Поэтому смотрим сразу на судне Safety Management Certificate и МЛС Certificate. Safety Management Certificate, вы видите название своей компании, она же в Document of Compliance. В МЛС Certificate эта компания будет называться Овмер. В Safety Management Certificate эта компания будет называться Кампани. Но это одно и то же, тот, кто взял на себя управление по МЛС и по СССР. Для чего это нужно знать? И еще один сертификат, это, естественно, Кантинью Синопсис Рекорд. В Кантинью Синопсис Рекорд вы увидите позицию, кто Овмер Реджистрит и кто Кампани ответственная. А также классационные общества, стандарты, которые применяются для технической эксплуатации, в данном случае АБС, и для управления людьми с точки зрения безопасности действует в данном случае ЛОИД. То есть два разных позиционных общества. Для чего это нужно знать? Кто Кампания? Потому что Кампания это те, кто вам пропишет policy, procedures, установит level of authority и lines of communication between shore and shipboard personnel. То основное, что просто необходимо. Итак, в любую Кампанию, в которую бы вы ни пришли, и в любой Кампании, где вас спросят, что и как организована Кампания, вы должны прекрасно понимать и легко ответить, что любая Кампания имеет политику. Это как закон. Любая Кампания в соответствии с этой политикой прописывает процедуры. Это инструкции, которые вы должны выполнять. И любая Кампания устанавливает уровни ответственности, уровень, кто кому, кто под кем находится, что называется, кто кому докладывает, lines of communication, level of authority, кто за что отвечает. Политика Кампании не определяется на уровне топ-менеджмента, и поэтому она, так же как и закон, не редактируется на уровне управления. Процедуры, то, что мы должны выполнять, и то, что редактируется. Итак, дальше. Кампания так же определяет. Вот своей политикой, как капитан должен эту политику выполнять и мотивировать, еще раз читать, мотивировать и не принуждать экипаж к соблюдению этой политики. Принуждение мер, если вы не в национальном экипаже, у вас нет. У вас есть так называемая мотивация. Мотивация, она, конечно, может быть связана и с тем, что человек может пострадать, но принуждения нет, есть мотивация. Пункт второй. Motivation crew, observation of dead policy. Для этого капитан издает appropriate orders, instructions, clear and simple manner. Вот это самое важное, что требуется от капитана, и очень многие капитаны, скажем так, грешат тем, что начинают свои ордеры писать как книжки. Естественно, их никто не читает, под ними расписываются, но чем объемнее и непонятнее ваши инструкции, тем вам потом самому сложнее будет управлять экипажем, потому как экипаж и ваши помощники, ну, они просто-напросто не будут понимать, зачем это нужно. Конечно, в любой момент вы можете это использовать как, вот, я здесь написал, но это бессмысленно, потому как основной ответственность все равно несете вы за все сутки. И в ваших же интересах, чтобы ваши инструкции были очень clear and simple, очень простые и ясные. Дальше контроль, четвертая позиция. Это, опять же, это стандартно для всех компаний, и зависимо от какой компании вы придете, везде будет все одинаково, потому что SM-код, еще раз, это кодекс об ответственности компаний, которые для того, чтобы нести ответственность, определяют рычаги управления. Рычаги управления – это инструкции, стандартные инструкции, и системы докладов, отчетов, скажем так, ничего нового здесь не придумано. Вы контролируете, как это все проходит на сотни, и периодически делаете ревью процедурам для того, чтобы процедуры оставались рабочими, скажем так, в ваших же интересах. Также компания определяет так называемый мастер «overriding authority». «overriding authority» – очень многие, опять же, капитаны путают, это означает, что я что хочу, что ворочу, потому что у меня «overriding authority», я могу все. Строчка чуть-чуть ниже – «overriding authority», но «with respect to safety and pollution prevention», то есть «overriding authority» наступает, вы ее применяете тогда, когда исполнение инструкции в данный момент может оказаться, может привести именно из-за необычности ситуации или аварийной ситуации, или сложной ситуации, не прописанной в инструкциях, тогда вы принимаете ответственность на себя, и все выполняют ваши приказы. Единственное, что после этого вы должны будете объяснить, почему вы так сделали, с точки зрения обеспечения безопасности себя, экипажа, не себя я имею в виду, с точки зрения себя как экипажа, то есть людей, с точки зрения экипажа, с точки зрения находящегося на оборку собственности груза, который, опять же, может представлять опасность для людей окружающей среды. ну и pollution prevention, как всегда, с точки зрения загрязнения. Для этого запрашивает assistance. Очень часто сейчас, скажем так, развиваются технологии, и коммуникации уже настолько серьезные, что о варайде нассорить. Я, наверное, сейчас уже у себя свет включу. Сейчас, секундочку. В моем часовом поясе уже наступает ночь. С точки зрения коммуникации уже company assistance порой наступает раньше, чем вы успеете на себя взять о варайде нассорить их, поэтому это о варайде нассорить очень часто оказывается на уровне компании и дублируется практически моментально. Продолжение следует...